Ремонтом займёмся и в гостях у нас Шеви Нива. И сразу скажем торжественное ура! Ведь АвтоВАЗ всерьёз занялся модернизацией и Шеви и просто Нивы. А повод вспомнить это как раз и послужил наш ремонт. Коробке передач этой Шнивы захрустел подшипник вторичного вала передней. После демонтажа и разборки коробки предстала следующая картина. Разбитые и деформированные шарики. Разбитая рабочая поверхность подшипника. Металлическая стружка в поддоне. Кто-то скажет, ну что, ведь 100 тысяч прошла машина. Да, немало. Но те, кто помнит ВАЗовские автомобили 70-х годов, тот скажет, что классические коробки были неубиваемы. Кузов сгнивал, двигателю капиталку делали, а коробки, хоть бы что, получила репутацию вечной. Однако, на Шеви Ниве так не получается. Почему? Посмотрите. Критический износ получился на переднем подшипнике. То есть, хруст был на первой, второй и третьих передачах. На четвертой и пятой нет. И это понятно. Нагрузка на передний подшипник идет как раз на низших ступенях. И они самые ходовые на бездорожье, когда идет немалая нагрузка на трансмиссию. А теперь, если вспомнить качество изготовления Нивовской трансмиссии, то на ум приходят и вибрации Сызранских карданных волнов, пульсации момента, рывки. А это все повышенные нагрузки, в том числе и на наш подшипник. Вот поэтому мы и кричим «Ура!» модернизированным Нивам. Ведь на них вместо этих карданных соединений теперь шрусы, да и сами волны более качественные, саратовского завода серп и молот. В раздаточной коробке новые двухрядные подшипники. Кто катался на модернизированном Шевике, тот в восторге. Вибраций нет. Может быть и коробка теперь опять станет вечной. Ну а как быть в нашем ремонте? Да хотя бы запчасти выбирать качественные. Ведь подшипники есть хорошие, а есть и не очень. Один радует своим изготовлением, например, питерской фирмы Лимикс. А другой шумит и люфтит сновья. А за модернизацию Нивы все-таки приятно. Ведь что ни говори, а это хороший и относительно недорогой внедорожник.